Ребята из центрального района Твери состязались за право называться лучшим юноармейским отрядом 2023 года. В одном из загородных лагерей прошла военно-спортивная игра «Орленок». Какие испытания пришлось пройти юноармейцам, расскажем в нашем следующем сюжете. Пока растапливается полевая кухня и варится настоящая солдатская каша, на плацу выстраиваются юноармейские отряды. До обеда еще далеко, сначала нужно пройти все игровые испытания. Виктория и Вероника, как и другие школьники, готовились к «Орленку» целый месяц. Особое внимание в физподготовке. Я занималась в военной части, в юноармии еще занималась, то есть там стрельба, вот это то же самое было. И на «Орленке» не раз участвовала, но не здесь. И всяким разным спортом, как гимнастика, там футбол, волейбол, вот это. За нашу школу побороться, доказать, что наша школа лучшая в центральном районе. В «Орленок» тверские школьники играют почти 30 лет. Все эти годы игру отличали командный дух, атмосфера товарищества и взаимовыручки. Не слишком изменились и спортивные испытания. Конечно, сохранены основные виды соревнований. Это силовая подготовка, сборка-разборка автоматов, марш-бросок, метание гранаты, конкурс патриотической песни. Но «Орленок» — это не только испытание на силу, ловкость и выносливость. Каждый юноармеец на этой игре должен показать свои творческие способности. Для этого есть конкурсы на лучший боевой листок и военно-патриотической песни. Военно-патриотическое воспитание нашей молодежи — это важнейшая задача, которую сейчас ветераны всех наших вооруженных сил, правоохранительных органов проводят. Это уже давняя и добрая традиция центрального района, которую мы возродили в свое время и проводим сейчас. Первое место в комплексном зачете занял отряд 14-й школы. Второе место у 12-й гимназии. На третьем месте юноармейцы 42-й школы.